Сторонное, что мы делаем одно дело, общее дело. Это наше общее дело, Республика Беларусь, бизнес, семья, все что угодно, какой-то проект, который есть. Если спуститься на локальное место, Витебская область, дорожная карта. Есть разные стейк-холдеры и проект, который должен быть реализован. Или национальная платформа бизнеса, или стратегия развития страны, или все что угодно. Как или иначе, первое, что нужно делать, это не первое в списке, это убеждение всех участников процесса, что у нас есть общее дело. Причем, если все равны, держат ниточки, это одно. Но это далеко не так. Поэтому смотрим, что идет дальше. Как определить понятие общего дела? Потому что, если мир да любовь, яблочко, два человека, это, собственно, сделать в краткосрочной перспективе достаточно легко. Но не факт, что это получится там 5-10-20 лет. Потому что расходятся люди, расходятся цели, расходятся там куча факторов. Сколько у нас там? Каждая вторая семья распадается. Наверное, потому что вот яблочко, это режим другой. А общее дело, когда мы говорим про страну, это вообще нечто непонятное. Общее дело, какое у нас с Чижом, с Олексиным, с Лукашенко, с Андрейченко, с Ромасом, тысячи других людей можно назвать, которые так или иначе дергнут за эти ниточки. У каждой ниточки какая-то есть, тоже цукала, например. Вроде бы у нас одно, один какой-то проект должен быть. А вот определить общее дело является очень важной задачей, потому что от этого зависит там самая безопасность, общественный порядок, общественное здоровье. Непонятно, что вообще такое общественное здоровье, но люди говорят, что вот какое-то там ради него мы должны там ограничивать информацию, малькулировать и так далее. Курение в общественном. Да, да. Ну вот это другое. Общественное. Курение как раз конкретно физическое воздействие. Нарушение там здоровья и все прочее. Здесь все угрозы. Вот дело в такой ситуации. Вот это мы, друзья. Это тоже очень важно понять, да? Вот мы вчера определили с вами, что наш потенциал интеллектуальный, организационный, физический. Это очень мало, да? И вот диалог в этой ситуации нам тоже говорят, ты, вы там ведите себя, вы равные партнеры, вы там за диалог равных-равных. Вот если бы у нас было хотя бы чуть-чуть больше, а так это получается такой long-ranger, который впитается с претензией на диалог, и когда вот и у него не получается естественным образом его игнорируют, потом его, если там какое-то серое пятно вокруг есть, тех людей, которые симпатизируют, они говорят, ну а чего ты добился? Мы ни разу не слышали в отношении других документов и действий. Даже у людей, которые продосимпатизируют, все равно говорят, ну, не то. А как использовать маленькую щетку для открытия дверей? Тоже очень важно, вот между этим, да, и други этим. Вот те инструменты, которые мы предлагаем, например, там, изменения, там, что, там, лицензирование, да, налогообложение, не знаю, там, режима, там, уплаты пошли. Тут маленькая-маленькая щелочка, да, и если вы ставите маленькую узкую цепь, и добиваетесь, то вероятность того, что вы можете открыть дверь, она увеличивается. Но если вы эту щелочку, грубо говоря, не предлагаете никаких действий в этом направлении, то кто вам откроет, грубо говоря? Там будет жык, и все, и будет стена, и забудьте про любые изменения. Поэтому вот маленькая щелочка, вот маленькая щелочка, да, она делает какие-то вещи, одна, там, против в режиме 109 агрессивных джентльменов и тетек, которых просто они не приемли, не хотят, и не слушают, и просто, грубо говоря, их, когда, там, ставят вопрос, там, идти туда, идти, делать, не делать, вопросы, как раз именно вот это, маленькая работа. И вопрос того, как вот эту щелочку потом расширять? Она одна, она в системе, она в структуре, она в горизонтальной, вертикальной связи, она с каким ресурсом, она с чем туда идёт, для того, чтобы… Тоже самое, Володя. Мы, когда в 2005 году начинали, в 2006 году платформу бизнеса, это самое было, мы были там одинокими рейнджерами, которые, вот, мы, с одной стороны, Савид Фёдоровича, наша команда, с другой стороны, Владимир Николаевич с командой, и вот, как бы, объединились усилия для того, чтобы вот эту вот щелочку сделать больше, да, и мы получили гигантское количество политики причём со всех сторон. Первая критика. На чём вы с ними разговаривали, там, Аллашенко всё виноват, и они ничего уже не будут, до, собственно, а, вы хотите просто пойти во власть, когда он хочет от министра, а врачу хочет получить погонную там от Аллашенко. Вот это всё звучит на «когда ты делаешь что-то вот такое». Мы с Фёдоровичем пишем книжку для парламента, её руководители парламента пишут распоряжение «спрятать, никому не показывать», вот, мы пишем другую книжку для парламента, её тоже самое там игнорируют, вот, и потом, когда уже там какой-то парламент, я встречаюсь с каким-то руководителем и говорю, «А чё вы нам не нашли ничего?» Вот, и писали, 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 вот, и опять-таки, маленькие такие капельки, которые вот и даже камень могут затащить. Поэтому тоже важно понять, чем открывать эту дверь, чем её расширять щёточку, увеличивать для того, чтобы она стала достойной. Приемливаясь адекватность экономических аргументов. И вот здесь нам, как экономистам, говорю, достаточно просто, с одной стороны, то есть нам нас прёт на цифры, да, на факты, на экономическую теорию, но далеко является ли это аргументами в ситуации вот именно того расклада сил, который есть у нас в стране? Вот, насколько важны и валидны для Лукашенко, для правительства, для общественного движения аргументы, связанные чисто с фактами? Зарплата, доходы на душу населения, там, некие параметры человеческого капитала, экспорта. То есть то, что у нас, вот, мы уже можем, вот, если бы только цифры были, да, далеко можно было доказать, что мы в плохой модели, мы в плохом состоянии, и, собственно, надо что-то менять. Вот, есть другие, очевидно, какие-то аргументы, вот, какие диалоги должны быть, да? Это вот апелляция, там, больше к психологам нашим уважаемым, больше, там, не знаю, к пиарщикам, к знатокам коммуникаций, которые уверенно знают, как донести какой-то сложный месседж или, ну, месседж по поводу общего дела до тех людей, которые вот радикально стоят на другой, по крайней мере, они общие позиции, общее дело понимают совершенно по-другому. Поэтому здесь тоже важно, как его балансировать, вот, и, когда мы, экономисты, я начинаю писать, используя некие другие формы, меня критикуют, ты же экономист, что-то об этом пишешь вообще, ты не вылазь за рамки, там, макроэкономического моделирования и все. То есть тоже супер важная вещь. Как развязывать узелки, а не завязывать торгиов узел? Не менее важно, потому что, вот, когда ты вступаешь в некий диалог, вот, там, администрация-президент создала совет по, по, там, не знаю, как это назывался, Зубакеевский совет. Ну, совет, Патеринский совет. Потом совет произведенный мастер, потом другие там диалоговые площадные. Вы входите в них, мы входим в них, и потом начинается их работа, да? И ты, вроде, видишь, и там начинаешь задуждать, и вместо, вроде бы, казалось простого способа решения проблем, если ты выкладываешь все аргументы, люди начинают лезть бутылку, люди начинают, как бы, еще больше реагировать на какую-то критику, вот, и в конце, в конце получается больше узлов непонимания. Пример, вот, Румаса Турчина очень характерен, да? Мы сели за стол переговоров, там, вот, разговариваем, вот, план, вот это делай, давайте двигаться вперед. Что, в результате получилось? Получилось, что он отторг любые предложения, он залез в бутылку, он спустил в канализацию любые усилия там, союзом, улучшать бизнес-климат, направь, идите в суд, типа, идите в регионы. То есть я не хочу, у меня нет времени, вот, и вот и все. Пример того, что мы, вроде бы, получили прагматиков рыночников от делогла правительства, в конце концов, через год мы убедились, что эти люди никакого отношения ни к реформам, ни к рынку, вообще ни к изменения не будут. И мы получили больше, вроде бы, будет. Почему? Потому что люди, которые, вроде бы, должны были их в день решать, диалог никакого не получилось. И тут, понятное дело, как сказала бы наша любимая Жанна Гринюк, да, две стороны виноваты. И мне тоже очень важно понять, вот, ваше мнение относительно того, а в чем, собственно, наша сторона может быть виновата, в чем была наша слабость, нашей позиции. Может, что они и так не сделали, да. Может, как Ваня говорит, надо было дуть, и там, тот же, Андрей как говорит, да, надо было дуть, 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 очень сильно дуть. Куда дуть? Кому дуть? Как себя вести? Потому что это очень важно, как себя вести в этом плане. Дуть – это ведущие. Да, да. Дуть – это ведущие. Вот. И вот это наша ситуация во многом, да. Как свести противоположность? Вот это люди, которые за госплан Совок, а вот люди, которые за «Извините». И это, как бы, вот ситуация, вот это серьезнейший клэш, там, или, не знаю, это будет задание для мудрецов, для экспертов, ученых. Как, собственно, с этой ситуацией выйти? Легкие пути, типа, ну да, убедить встать на одну сторону, почему-то они срабатывают. Они срабатывают на картинке, они не срабатывают в реальной жизни, потому что там, ты вроде перейдешь, но… И что там окажется, да? Вот окажется то, что может оказаться в России, было или в Украине, когда переходит на эту сторону левиафана и становится левиафаном, становится драконом, становится там коррупционером. – Ситуционное восприятие, а не двухпозиционное. – Ну, это… – У вас практически все плохо. – Это, это для нас, Саша, это для нас, для дискуссий, это же я не… – Вопрос дискуссий. – Вот еще сюжет, который есть, предаление внутреннего и внешнего шума. Вот говорят, как действия власти, действия оппозиции, действия народа и остальные факторы, которые влияют на некий выход из кризиса. Вот это вот шум. Все, что делают, все заседают, все принимают решения, дорожные карты, концепции, стратегии, законы, участвуют. Вроде бы, блин, ну столько всего этого, да? – И где, 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 где… – И в результате борьбы с проституцией силами маркера. – Ну вот, в том числе. А есть другие же люди, очевидно, в этой системе. А вот здесь, знаете, когда мы говорим про индивидуальный подход, в этой всей куче, да, очевидно, есть какие-то хорошие здравые ниточки, да, которые приведут к нужному. Вот просто найти эту ниточку, конец, и дернуть за нее, вот, и укрепить ее – это супер, это большое искусство. Вот, и я так понимаю, не в России, и в Украине там какой-то маленький-маленький шанс есть, но в Беларуси я пока этого, вот это вот, вот этого сюжета не вижу. Все, для Путина… – Это карта интереса. – Вот, там, у нас стратегия развития предпринимательства есть. Ну и что? Есть стратегия там устойчивого развития, есть план пятой пятилетки, есть самое там… Вот, и старайтесь, будет концепт развития высшего там среднего образования. Ну и что? – Бред. – Вот так вот все вот такое. – Угу. – И не более того. – Нет этого. – Вот. Поэтому архитектура диалога, вот, это диалог по вертикали, как вести диалог, там, грубо говоря, с властями над разным уровнем. Диалог по горизонтали – это как мы разговариваем друг с другом, с коллегами, по гражданскому обществу, по адвокате. Это точки соприкосновения, опять-таки вот те пунктики, которые можно, за которые дергать и идти вперед. Это точки в запретной зоне, то есть, грубо говоря, куда не, как не лезть. Вот, условно, если ты начинаешь только об этом говорить, ставить на поиску дня, триньдец, все там, страна закроется, как вот, как эта улитка, не дулит, как она называется, устрица или там что-то. – Мидия. – Мидия. Закрывается и все, триньдец. И ты, вот, как не попасть в это, да, вот, какие точки, какие болезненные, что ты начинаешь об этом говорить, вот, например, приходишь начинать говорить с властями, да. Лукашенко должен уйти. Вот точка невозврата в любом диалоге, да. То есть, ты представляешь, ты с ним разговариваешь и говоришь, что будет ты всегда. Или, там, говоришь, там, премьер-министр в отношении экономической политики, там, да ты вообще военный бухгалтер. То есть, переход на личности, вместо того, чтобы говорить про какие-то вещи конструктивные в плане, там, критики его профессионального подхода в выполнении своих задач. Аргументы и убеждения. Формат общения. То есть, либо, там, круглый стол, либо это рабочие группы, либо это встреча ТТТ, либо это конференции большие, либо это встреча с международным посредничеством. Любой формат. Но здесь очень важно понять, чтобы он, как он должен быть, да. Если он формат, даже в диалоге, вот, там, Аня разговаривает вопросы задает в парламенте, потом разговаривает на заседания, там, разных групп, или групп, там, фракций, не так, как это называется? Комиссии. В палате представителей, вот, Владимир Николаевич, там, куча разных заседаний получается, там, люди на местном уровне. И это, вот, как бы, создает какой-то формат, вроде, есть, да, но насколько он эффективен. Режим закрепления результата, да, вот сколько было случаев, тоже, как он говорил, когда мы в рамках рабочей комиссии, вот Минфин, вот Минэкономики, вот ММНС, мы общаемся, достигаем договоренности по владельным вопросам, разворачиваемся, бьем по рукам, утром выходит постановление радикально противоположного смысла. Виктория тоже, наверное, ты с этим сталкивалась. Вот, как закрепить результат для того, чтобы не было потом отката. 488-й, великолепный пример, вроде бы договорились его убрать, убрали формально, но через задние двери вошло к нам с такими же, в общем-то, негативными вещами. Вот, ну, пока еще не знаем, потому что он еще не работал на этой режиме, но тем не менее, вот это вот, любой, как знаете, помните, круглый стол в Польше, да, в 88-й год, да, публично все серии, камеры подписали, парламентские выборы, реформы пошли, вот формат. А если бы это было, например, за круглыми, там, конфиденциально, группа бизнесменов, активистов пошла договариваться в администрацию, там, с кем-то, вот, или, там, с силовиками условными, да, ну, договорились бы, хорошо били по рукам, и ничего не произошло, потому что потом этот факт используется против вас. А так и происходишь, да? Это как я в 2010 году, вот, на телевидении тоже типичная подстава была, когда я пошел делать одно, просить за людей, чтобы отпустили, а меня обвинили в том, что я пошел работать на Лукашенко, просить за работу. Вот это типичный пример того, как можно манипуляцию сделать. Консенсус плюс, консенсус минус – это предполагает участие в этом договоренности каких-то третьих сторон, то есть, словно, это международное сообщество, это, условно, там, если бизнес, то плюс еще гражданское общество, вот эта вот ассамблея НГО, с которой там зонтичная организация, которая это все покрывает, консенсус минус – это кто-то может, собственно, подколоться по разным причинам, там, сойти, потому что цели оказались неприемлемы, цена вопроса стала неудобной, да? Чего и самое главное – поведение вне делговых площадок? Потому что здесь вот мы договорились о том, что у нас делается, да? Почему Ромачев пишет такие гневные статьи относительно Совета политической принимательства, там, премьер-министра и других людей, которые, ну, вроде бы, в состоянии диалога, да? Вот это тоже там. Как ты должен себя вести в ситуации, когда их формально куда-то включили? Многие, там, Макей тоже очень сильно одержался на Ленина Федоровича, потому что он позволял себе вещи, связанные с оценкой внешней, там, торговой политики Беларуси, да? Мы позволяемся в совершенно четкие оценки процесса вступления в Беларуси в то, когда мы, там, двадцать уже, двадцать семь лет почти вступаем, никуда не вступили, чушь полную говорим, потому что, ну, мы в каком-то совершенно другом измерении. И вот люди есть, которые этим занимаются, мы оцениваем их работу, они нас не приглашают, не интегрируют, значит, какие-то знания, экспертизу, одновременно они обижаются, что мы их так оценим. Окей, я не согласен, но почему вы так не емите свою сторону? Да, 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 да. Да, вот для них любовь, это когда все красиво, а когда ты конструктивно критикуешься? Да, то есть это вот опять, поведение то, что на ум говорить, просто на ум, ты где, ты здесь? На ум, на ум. Пришел на ум. У тебя сколько баллов? Сколько у тебя баллов? Четыре? Четыре баллов у тебя? За что? В игре за гады. Загадки. Загадки. Четыре баллов у тебя. Три баллов у тебя. Три баллов у тебя. Вот. Здесь это... Суперважная вещь, да, потому что вот как она будет вот себя вести, вот это вот поведение людей, очень важно, да, чтобы, грубо говоря, они проверяют, насколько мы валидны, там, и честны с ними в процессе переговоров по тем публикациям, замечаниям, которые ты даешь мне в интервью, там, в видео, комментариях, где угодно, там. В коллицер ты ступаешь. Вот все это так иначе проявляется. Видите, тут куча-куча вопросов, и тут как бы один из этих вопросов можно вообще захватить, отбросить в сторону, поэтому супер важно нам все это помнить. Поэтому нам нужно... Это уже вкратце потом.